Добрый день, дорогие друзья! Сальто. От радости. Ну это бета. В будущем, думаю, сальто будет делать сложнее, а пока... Как же оно катается и одновременно летается в гайдзиновских виртуальных танках? Ну, во-первых, пока в боях со скрипом стали сходятся только две державы. СССР и Германия. Еще кое-кто летает, но это не особо важно. Именно они со всей свирепостью, на которую способны, лихо сидят в кустах, шмаляя во все, что шевелится. Будь то листва на ветру или что угодно другое. Потому что страшно. Иногда просто непонятно, что это там торчит из кустов ветка, а ли вражье дуло неподсвеченное. То есть при всей неподсвеченности цель, тем не менее, можно разглядеть, если она шевелится в кустах. Она не невидима, она просто, ну, неподсвечена. И также, подходя к основной фишке данных танков, цель видят летчики, которые кружат над полем боя. Они видят вражеские маркеры на земле в том случае, если его подсвечивает товарищеский танк. Но при этом ломать танчики самолетиками не очень просто. Во-первых, потому что особо наглые самолетики и танчики преспокойно валят сами, уверенно отправляя в кабину удивленного летуна осколочно-фугасные. А во-вторых, чтобы поломать железное, надо очень четко положить бомбу в танк, ну или ракету. Что же касается пулеметов, основного вооружения самолетов, то, само собой, ими пробивается далеко не все. Легкие покоцать можно, но тяжу просто вот плевать на многое. Но далеко не на все. И тут, собственно, одной, опять же, из фишек игры является примерно такая же система повреждения, как и в самолетах. Отвалиться, правда, толком ничего не может, но у каждой машины, кроме показателя толщины брони и, собственно, способности броню это пробивать, есть куча модулей и, конечно же, экипаж, который по-разному переносит попадания по танку. Кто-то умирает, кто-то начинает плохо себя чувствовать и хуже выполнять свои обязанности, а механизмы перестают работать правильно. Башня может перестать крутиться, орудие целиком просто перестать стрелять, двигатель не захочет давать нужную для стремительного прорыва мощь, а что-то внутри может взорваться или загореться. При этом важно, куда вы попали. В сам лист могучей брони или в желанную щель. То есть пробить, по идее, непробиваемое вполне можно. Но важно четко попасть чем-то, в зависимости от того, что вы зарядили, именно туда, куда нужно. Золотых снарядов при этом нету. А самые мощные снаряды мы открываем с течением прокачки, которая, если вы давно не летали в Тандр, существенно изменилась. Теперь их спокопится и начисляется в зависимости от того, чего и сколько вы наубивали в бою. А затем ее можно тратить, открывая разного рода улучшения, таким образом повышая показатели машины и открывать доступ к более продвинутым экземплярам техники. Я бы сказал каким, но на бете сейчас доступные танки постоянно меняются, из-за чего про целиком дерево исследований говорить пока сложно. Но по факту есть легкие, средние, тяжелые, зенитки, ПТшки и нет арты. Арт-удар здесь вызывается средними и легкими танками, в случае если вы, для этого, прокачали нужное. А нужным является специальный вот такой модуль. Что же касается боя, то он, собственно, про то, как многие прячутся за камнями. А из-за более, что ли, честной системы повреждения прячутся они еще усиленнее, чем когда-либо прежде. Все от того, что совершенно точно и ясно очками жизни врага просто не оттанковать. Из-за чего, опять же, куда как более мощно начинают думать о позиционировании. Ну, в стиле как бы так принять снаряд тем местом, где потолще, да больше шанс не допустить посылаемые в нежные недры стальной махины. Ну и три из нанедоступных карт, Кубань, Карелия и теперь уже Пепельная река, предоставляют немерено возможности для того, чтобы максимально тщательно сохраниться. Правда, и вариантов как зайти бы так взад врагу хватает, но и вариантов в целом разные, в том числе из-за того, что, допустим, тяж или средний может не вылезти туда, куда может залезть легкий, но его где-то там на горе может снять самолет или еще кто. В общем, вариантов как бы так добраться до врага и не сдохнуть хватает, а само катание по земле очень приятно и мощь машины прямо ощущается. Ну и, исходя из всего вышеописанного, игра порадовала. Особенно в те моменты, когда попадается в боях оголтелая орда не прячущихся по углам. Но, к сожалению, режима в стиле адского десматча, типа вот вам поле иди убивай, нету. Подобное, видимо, будет для желающих только в полигонах, то есть лично вами настраиваемых боях, а пока обычная аркада. То есть в бой после смерти можно вернуться на следующей машине и захват точек контроля. Все это, правда, при 32 войнах, отчего количество свинца в воздухе, собственно, внушает. А что касается реалистичных боев с одной машиной и еще более мощным прятанием стальных телесов в узких скалах, то пока каких-то прям удивительных отличий не заметил. И самое важное, это, по сути, отсутствие маркера дальности, который подсказывает, куда рухнет снаряд. Ну и да, может быть лишь пока, но вида из кабины нету, а было бы мило. Такие идут. В общем, War Thunder качественный представитель сессионных мультиплеерных игр. И, как и полагается, он строго про то, как две команды безжалостных убийц безжалостно убивают друг друга на просторах цветастых карт. Но из ряда конкурентов он выделяется честной, что ли, системой повреждения и сталкиванием лбами на одном поле боя летчиков и танкистов. Что, в свою очередь, для обоих двух в новинку и интересно. Без сомнения, есть еще проблемы с физикой, да и как-то пока все на земле строго больше про землю, самолеты нынче еще как-то не включились в битву и для них попросту нету каких-то внятных целей. То есть в то время, как танки захватывают точки и не видят врагов самолетам, просто нечего делать. Но, думаю, в скором будущем, когда обкатают механику наземных боев, вплотную подойдут к вопросу, как сделать так, чтобы самолеты не чувствовали себя на вторых ролях и не были строгой поддержкой, а были полноценными участниками боя с внятными целями. Реализм, конечно, реализмом, самолетам город не захватить, но у нас все-таки игра. Иначе в наземных боях просто не будет самолетов, а без этой фишки будет очень грустно. А впереди еще далеко-далеко корабли. Что же касается самих самолетов, то с обновлением 1.3.9, кроме пачки новых машин и самого важного, у пользователей появится возможность создавать свой контент. Благодаря чему игроки смогут не только лично рисовать камуфляжи для самолетов, но даже смогут создавать собственные машины с собственными кабинами, которые будут летать в собственных миссиях, в которые смогут играть другие пилоты и даже получится редактировать под это дело карты. А дополнительно улучшат что-то в полках ввиду предыдущего года полноценных полковых заруб. И может быть, может быть, но совсем не факт, наземка станет доступна вот с этим обновлением для всех. Но это только может быть. Ну а на этом уже пока что все и всем все.